Ивановский драматический театр подготовил для своих маленьких зрителей премьеру «Малыши Карлсон». Постановку «Сказочные истории» по мотивам повести Астрид Лингренд осуществила режиссер Ирина Зубжицкая. Ирина Валерьевна мы знаем давно и знаем качество ее спектаклей. Ее сказки, не говоря о вечернем репертуаре, одни из самых лучших в репертуаре театра. Идея поставить спектакль Карлсон витала давно, еще когда Ирина Зубжицкая работала в Ивановском театре драмы главным режиссером. Но из-за различных проблем тогда осуществить постановку не удалось. После долгой разлуки коллектив театра и режиссер были рады друг друга увидеть и вновь поработать вместе. Прекрасные отношения с актерами – это родные артисты. А с Иваном плохие отношения. Потому что этот город как не помогал театру, так и не помогает. Какое может быть к нему отношение? Я не имею в виду буквально зрителей, а имею в виду людей, которые отвечают за содержание театра. Детский спектакль не должен быть полностью развлекательным, уверена Ирина Зубжицкая. Режиссер вправе вызвать зрителя на вполне серьезный разговор. Сказка «Малыши Карлсон» предназначена для семейного просмотра. Продолжительность ее составляет около двух часов. Если дети выдержат наш спектакль, он не развлекательный особо. То есть он не тяжелый. Но он вот не просто взвейся да развейся. Если нам удастся поговорить о дружбе, даже об одиночестве в шутливой форме, вот это будет хорошо. А нет, ну значит мы не совсем справились. Современные дети с трудом могут высидеть в театре продолжительное время. Но мотивировать их к этому нужно. Ведь именно в театре малыши учатся сопереживать и волноваться за судьбу героев. У детей обязательно нужно вызывать чувство сострадания. И это в наибольшей степени доступно театру. В театре я думаю, что это самое верное сердце, потому что это самый короткий путь к сердцу ребенка и к его душе. Потому что он невольным становится соучастником действия. Он переживает вместе со всеми героями. Это очень важно. И поэтому если заставлять ребенка в хорошем смысле слова страдать, так как это должно быть, то есть он должен обязательно шевелить своим сердцем, своими чувствами. Иначе мы вырастем холодное равнодушное поколение. Несмотря на затронутые спектакли серьезной темы, сказка сделана с юмором. Немного шуток, вызывающих улыбку и смех. Угадай, кто лучший в мире пылесосчик? Ну, наверное, ты. Наверное, что ты понимаешь? Наверное. Да лучший в мире пылесосчик? Это Карлессон, который живет на крыше. Я люблю, чтобы вокруг все сияло чистотой. Нет, да ты же разберешь такую грязь. Без уборки не обойтись. Да мама только что убиралась, Карлесса. Ах, эти женщины, они ничего не понимают в уборках. Кстати, а тебя сегодня пылесосили? Нет. Вот, часами убирают, а обработать такого маленького грязнули не могут. Начнем с живота. Нет! Вперед! В преддверии Нового года и детям, и взрослым хочется волшебства. Найти его в сказке «Малыш и Карлсон» не составит труда. Спешите в театр, чтобы подарить себе и своим детям настоящий праздник. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.